Кроме спасательных жилетов проверяют инспекторы и наличие документов на лодку или катер, а также удостоверение водителя. По закону, человек, который управляет судном с мотором больше 10 лошадиных сил, должен иметь права и обновлять их раз в 10 лет. Чтобы получить документ, нужно сдать экзамен. Как это происходит, сегодня увидели мы с оператором Данилом Кочкиным. Волнуются и ожидают своей очереди. Все как перед экзаменом в автошколе. Чем только эти кандидаты после теории вождение будут сдавать не на легковом автомобиле. Назад посмотрели, когда двигатель смотрит. И уже только тогда поехали. Наставление от инспектора и первый кандидат сел за руль катера. Сегодня на удостоверение по управлению маломерным судном претендует 10 человек. Всем по очереди предстоит правильно отойти и подойти к пирсу, сманеврировать между буйками от «Азмейка» и подойти к воображаемому утопающему. Вся сложность в том, что инспекторы заранее задают направление течения. Они должны сориентироваться по течению и против течения, где с какой стороны отстоять буйки и правильно подходить к утопающему. К утопающему подходим против течения. Они уже думают, с какой стороны подходить. А еще отмечают кандидаты не просто привыкнуть к незнакомой лодке. Вот и Алексею Архарову понадобилось некоторое время. «Змейку» прошел без особого труда, а вот задание «Подход к утопающему» заставило немного поволноваться. Ну как? Сложное. Не очень сложно, но больше всего переживал за него. Нужно грамотно подойти и за расстояние. Больше всего боялся бортом зацепить. Ждет своей очереди и Вера Буркова. Она единственная женщина в этой группе сдающих экзамен. Да и в следующей, вероятно, тоже констатирует факт инспекторы ГИМС. За год бывает всего 4-5 претенденток женского пола. Вере права на лодку понадобились, чтобы рыбачить. У меня нет пока ни мотолодки, ни катера. Но я думаю, сейчас яхту купят. А к этому времени у Веры уже будет удостоверение. Экзамен она сдала, как и все остальные кандидаты. Это при том, что готовились почти все самостоятельно, то есть без помощи преподавателей спецшкол. На этом многие останавливаться не собираются. На днях планируют открыть категорию на управление гидроциклом. Светлана Калышницына, Данил Кочкин, Бюро новостей Дайвича.